в лесу родилась елочка в лесу она росла зимой и летом стройная зеленая была всем привет друзья всем всем доброго утречка ну что в моем доме уже появилась какая-никакая новогодняя атмосфера нарядила я вчера елочку красавицу но здесь на кухне она у меня маленькая а в доме там немножко позже вам покажу в зале ну принципе многие из вас кто меня давно смотрят уже не раз ее видели старая елка но она огромная я ее нарядила но еще не до конца украсила у меня там на ней сгорели вот эти скажите как гирлянды я заказала новый на вал перес вот надеюсь что выберусь на днях завтра послезавтра не знаю очень много работы сейчас выберусь заберу гирлянду ну а здесь вот такая вот красотка кто тут мимо меня прошел плюша здоровайся со всеми всем привет а я готовлюсь работать сегодня у меня четыре человека и готовлю параллельно кушать здесь для лёши кто он у нас скажите заяц тушится у меня готовится и себе размораживаю рыбку лимонем одну штучку ну что мне одной хватит он рыбу не ест говорит я рыбу них не буду не хочу а я вот как раз разморожу пока поработаю потом как-нибудь ее себе приготовлю плюша тоже пошла есть сегодня еще я почему побольше этого кролика готовлю полную сковородку должны заехать кумовья рита с игорем кумуля исправит мне мой косяк на вязании чтобы я могла продолжить дальше работать над своим процессом ну и все конечно же вам покажем я простите с утра еще лохматая не при параде волосы еще влажные надо досушить на улице у нас сегодня пасмурная сыра и холодно в доме уютно тепло и елочка и елочка красавица чего не горят огни раз-два-три елочка горит вот вот теперь другое дело всем хорошего дня вот такая погодочка у нас сегодня войну бр как-то так не неуютно на улице некомфортно говорю куме надеюсь мы посидим когда вы приедете хоть не как вы обычно бегом голубом гости вас не затащишь нет горит кумуля мы заедем я быстренько тебе косяк исправлю и помчим дальше но горит клятвенно обещаем что в ближайшие выходные то бишь в субботу приедем конкретно к вам в гости и говорит мы с тобой как раз займемся рукавами на водолазке но и в то же время как поужинаем и посетим ну так я и знала ну что ну ну хотя бы раз ты обещаешь надеюсь что обещание свое исполните и в субботу мы все-таки дождемся вас и посидим как положено но без чая все равно сегодня не выпущу ну а что говорит кума мы будем тебя отвлекать ты все равно работаешь весь день клиенты вечером уже вроде бы как и поздно ну да я до 7 часов сегодня работаю ну ничего 7 часов это еще не такое уж и позднее время ну ладно что если люди заняты я не буду тоже как говорится настаивать так сейчас я кролика уже тут залила сметаной буквально еще немножко потушиться и выключим в общем что делать да как говорится как бог управит так пусть все и будет друзья что еще хочу показать несколько человек в комментариях спросили наташ заказали такой же диспенсер для моющего средства как у тебя они поняли куда это резинка квадратная которая была в наборе я сначала честно сказать тоже не поняла тулила ее и туда и сюда никуда она не подходит потом позвонила кости мужу моей сестры говорю кость куда эта резинка он говорит я сам не понял я ее выбросил но потом я же не успокоилась загуглила и оказывается эта резинка вот сюда на самое одно крепится для того чтобы диспенсер не скользил так что вот так ой пошел дождь кто там кто там кто там приехал иду встречать а мои золотые мои золотые вот они заходите ой дождь пошел заходите заходите привет моя роднуля вот заморочила я тебя со своим вязанием да да чё провинилась да ну что ты хотел вот такая жизнь блогера проходите проходите мои хорошие я знаю ты уже елочку нарядила а они тебя ждут ждут они уже должны на елке висеть моя кумуля это ж мои ангелочки это же мои красавчики заходите заходи моя роднуська нет ну я хоть и через полчаса буду работать но я вас все равно без этого скажи без чая не отпущу я хочу увидеть я хочу да как это я тебя дам ты еще их и украсила кума украсила их ленточками вы только посмотрите какая-то прелесть они уже должны на елочке висеть да я еще в зале я вот сегодня снимала что здесь нарядила в зале еще мне надо на валбери забрать гирлянду у меня сгорела гирлянда елка не светится вы только посмотрите это вас пятеро вот это где самый большой вот это куму вот они вот это вот это кум а большому куму большой а вот это тебе вот это саши вот это танюшке а это плюша ё-моё ты вообще поняла тебе тоже тебе тоже подарок новогодний плюша смотри масяня мамка плюшина ты смотри целоваться лезет не ко всем она идет кума ты поняла чувствует что родня приехала родная душа сейчас мы распустим да тот косячок ты мне все покажешь расскажешь а я пока поставлю чайник на кума все равно надо чаек или кофеёчек что что я вообще приготовила скажи кролика в сметане вот сейчас уже выкручу сметанки вкуснючий все сейчас варю тогда кофе тебе уличка уже блин отдадельница распустила косяк сейчас сейчас говорит я тебе обратно надену на спицы он нам пригодится вот этот нам еще изделие хорошо кумуля мне уже на это не зала на спицы сейчас горит я тебе все тут подниму чтобы ты дальше могла работать кумет такого кролика в сметане вкусного потушила почему да ё-моё ну есть и тефтельки еще есть вкусненькие даю не ну все тогда я сейчас ставлю чайник варю кофе и все равно не выпущу давай кофе никогда попить остывает мальному кипяту мучаешься с моими косяками ойся косяки это вообще-то не твои это фабричный ну видишь я не обратила внимание сразу а потом уже когда ряд до половины довязала увидела что это нитка другого цвета если ты видишь что у тебя короткий хвостик у тебя он примерно закончится зачем тебе узел на середине спинки или где-то там сбоку старайся лучше не пожалей обрежь чтобы у тебя были вот эти вот кончики ввести в шов потом на спрятать потом при сшивании изделия просто иглой прячутся в шов и все и никаких проблем поэтому это не твой косяк это фабрики друзья выдам вам секрет сейчас чуть-чуть поржали перейти распускали я смотрю не пойму же очки я делаю что ты делала сначала ничего потом признала маркером не я думала может я могу исправить возьму темно-зеленый маркер и вот это там вот пятно думаю сейчас его подкрашу а потом может постирается и пятно исчезнет кума стоит смеется говорит ну ну хотела выйти из положения подожди возьми хоть конфеты пожалуйста шоколадку давай 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 там просто уплотнение нити там нету этого узла который вот у тебя посредине спинки был там получается идет нить и просто идет как утолщение и перемена она же видишь не то немножко как двухцветная и просто добавка видимо вот при намоте ну понятно в общем бывают такие фабричные косяки а я просто видите не заметила а когда провязала уже до теперь уже до теперь просматриваю все то я перед связала вообще моток идеальный был без косяков полностью вот под рукава теперь я надеюсь вы обещание свое выполните в субботу мы вас ждем вот вы видели а это посмотрим я тебя посмотрю чтоб я сама за вами приеду и потом домой отвезу хоть хоть 50 только приедьте вот и мы решили что мы устроим вкусненький ужин и пока будем с кумой тут в процессе и общаться и вязать рукава потому что сама не справлюсь кумулечка мне все вот только под твоим руководством только под твоим руководством да тоже свое тоже своеобразные кумушкины посиделки а это там ты посмотри на теплом полу пошла 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 на свою перину облюбовала наконец-таки свою перину а то стояла она у меня говорю год только этот пыль собирала я уже хотела кому-нибудь подарить уже думала кума тебе привезу у тебя котов много вот кума говорит еще одного подкинули рыженького котеночка мокрый я расплакалась и анатолич пошел его забрал рыжие коты вообще к благополучию я когда-то был рыжий код ой ну жалко сейчас их особенно когда идешь по улице они сидят бедные мокрые голодные прячутся ой так жалко все без дома шейтех крышу на видеокамере видно наблюдение вот так он его через забор зашпыльнул потому что если бы он выкинул во двор его бы граф разорвал там котенку месяца три он его на крыше я сижу вижу и по крыше по веранде вот так что-то покатилось откуда столько жестокости у людей я не могу вообще это просто кошмар но ничего этот котик нашел хороший он упал в нужный дом в нужные руки теперь я уверена он будет в тепле сыт и вырастет благодарным пушистым большим котом который будет и мышек гонять и с другими твоими котиками подружиться и до жалко вообще я не понимаю откуда столько жестокости у людей это вообще просто не переломался его съемки полночи спускали потом он с елки спустился по лапе по забору на каштан у вас каштан еще полночи разбилась спасательная операция котенка дай бог вам здоровья мы его достать не можем ночь на дворе дождь идет холодильник а мы с Анатольевичем спасаем ты поняла вообще маршаловна а а ты тут сидишь в тепле в уюте на мягкой постели а ты вообще нас должна тут я не знаю как благодарить вон какая участь у других кошечек илюша поняла илюша сидит там облизывается илюша красавишна ой кумуля исправила мне косяки мои как должно быть вот просто вводишь ниточку вот у тебя рабочая нить я практически попала в твою плотность кума еще мне тут три ряда как-то когда-то успела я даже не заметила пока туда болталась да блин это спасибо вам огромное что вы заехали там гуще зачем серьезно блин эти собирать блин кумулечка спасибо огромное спасибо спасибо что вы нашли время заехали но я надеюсь вы свое обещание все таки исполните в субботу мы вас ждем все в субботу мы вас ждем у меня девочка приехала да с маякопа сейчас я начну работать не 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 то что я провожу то что вот тогда маме масяне привет у нас мама масяня а папа маршал из маякопа ой кумочка спасибо огромное все сейчас провожу не доработать все с меня выйду но ничего немножечко свет ну простите пожалуйста две минутки посидите хорошо я провожу да обязательно переборщились мусичкой на день рождения папа тяма мать а он все уже был до 18 лет через полмесяца все папа тяма мать ну да да все мои дорогули ты пока пока кумец давай счастливенько все мы в субботу вас ждем да у меня уже приехала просто клиентка сейчас поработаю чуть-чуть все давайте в субботу ждем вас спасибо спасибо мои сладкие спасибо спасибо Вот и день пролетел. В зале моя елочка пока еще не готова до конца. Как обещала, потом вам покажу. Прям очень не хватает гирлянды. Но эти красавчики, мои самые красивые и нарядные, должны занять свое почетное место. Сейчас я куда-то их обязательно здесь повешу красивенько. Ой, спасибо, Кумочка, за эту красоту. Спасибо. Спасибо. Вообще, какие они милые. Красота, красота моя любимая. Сейчас все пять займут свое достойное место на моей елочке. Я, конечно, тоже Кумовьев поздравила. Они недавно были именинниками. 2 декабря у Кумули был день рождения. 3 декабря у Кума. Вот так вот они родились. Можно сказать, один день у них разница. Отмечали они свой день рождения в горах. Ну, кому интересно, можете у Кумы на Дзен-канале посмотреть. Я думаю, она там снимала, все выкладывала. Вот. Но мы не виделись, потому что они на целых 5 дней уезжали. А сегодня я вручила им тоже подарочки чисто символически. Поздравила и Кумулю, и Кумца Игоря. Я, конечно, извиняюсь, у меня не было времени заснять подарки. Но в любом случае я сделала это от души. Поздравила, подарила там Куму набор чаев, кружку, на которой написано «Кум всегда прав». Вот Куме подарила уходовую косметику за волосами, и она очень любит посуду, красивую салатницу. Так что, вот так сегодня мы быстренько повидались. Но обещали Кумов, я еще раз повторюсь, что в субботу приедут к нам в гости. Мы с Кумой продолжим вязание. Вот, обязательно тоже поснимаю в ложек, все вам покажем, все вам расскажем. Да, гирлянды, конечно, не хватает. Ну, заберу, заберу на днях, и все засверкает, моя елочка в зале. Здесь вот у меня еще, видите, тигреночек тоже вязаный, ручная работа, Лесенька. Спасибо огромное, помню, ценю. Это моя подписчица мне прислала еще, если я не ошибаюсь, позапрошлом году. Два или три года назад уже, по-моему, два года назад. Так что, ой, ну, ангелочки, я просто не могу, глаз радуют. Спасибо, Кума, огромное спасибо твоим золотым ручкам. Вот еще засветится елочка, и вообще будет новогодняя обстановка, в доме все как надо. Ну, а пока, мои хорошие, я с вами прощаюсь до следующего ролика. Всех люблю, всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!